Тимоховский пруд Тимоховский пруд Тимоховский пруд выложил видео в популярный паблик и, как водится, дома на диване активисты все. Больше 12 тысяч просмотров и сотни комментариев писали всякое. Кто-то осуждал, а кто-то оправдывал. Они подростки, вошедшие в пубертат. Гормональный сбой. И не говорите, что мы такое не делали в их время. Все делали. И по стройкам лазили, и лампы били, и в туалеты соседям дрожжи бросали. Это не пубертат, дал заключение специалист, проанализировав видеозапись. Дело здесь в другом. Это еще не переходный возраст. Это предпубертатный возраст. То есть это возраст предгормональной перестройки. Перестройка в детях уже началась. И что здесь характерно для этого возраста – это игра. Как ни странно, это игра. Дети занимают сами себя. Это говорит о наличии огромного количества свободного времени. То есть дети не заняты ничем, они закончили учебу, и они вышли на улицу поиграть. Они обращают на себя внимание. Еще раз повторю, хорошими делами прославиться нельзя. Почему? Для хороших дел нужны знания. Для хороших дел нужен хороший пример. Нужны навыки, умения. Артем тоже хочет прославиться, но как музыкант. Для этого он шесть лет оттачивает свои навыки в школе искусств. Причем владеет двумя инструментами – фортепиано и аккордеоном. Топить лавки в пруду ему просто некогда. Для того, чтобы хорошо играть, нужно заниматься по два часа в день, как минимум. Я занимаюсь три часа в день. И обязательно это надо делать каждый день, иначе начнет забываться. Свою славу Артем получает часто, на каждом музыкальном концерте. Ребята с лавкой тоже популярны и среди видновчан, и среди полиции. Если установлены будут личности несовершеннолетних детей, данные родители будут вызваны органы полиции, где будет собран первоначальный материал проверки. В последующем по практике данный материал проверки направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. И в последующем данные лица несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. И да, о подобном обязательно узнают в школе, ведь информация собирается и там. Так что и среди одноклассников слава обеспечена. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Арсений Рогозянский, Сергей Ларин. Видное ТВ.